Слушайте, это уже ни в какие ворота. Может ли один кандидат, который лидировал на протяжении всей процедуры подсчета голосов, который на момент, когда было обработано 95% бюллетеней, лидировал с отрывом в 6%, в конце концов эти самые выборы проиграть? Ответ может, если его конкурент ставленник единой России, если такие выборы проходят в Великой и Могучей. Начинаем! Теперь что произошло. Вчера в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов, поскольку в первом неделю назад, в единый день голосования, никто из кандидатов не преодолел 50% барьера. Назначен был второй тур на вчерашний день, на следующее воскресенье, где, в общем, в финал конкурса вышли только два человека, представитель КПРФ Ищенко и действующий губернатор, действующий глава региона, господин Тарасенко, ставленник партии власти, как я уже сказал, ставленник Кремля. Причем Кремль попытался пропихнуть его в губернаторское кресло по старой доброй схеме. Год назад назначили этого человека в Рио. Это время ему давали, вот за это время он должен был каким-то образом очаровать избирателей, пропиариться как следует, создать, может быть, какой-то административный рычаг, какие-то административные рычаги, подстелить себе соломки, грубо говоря, не случилось. Пролетел Тарасенко мимо губернаторского кресла, и вот на вчерашний день было назначено повторное голосование. Явка, к слову, в этот раз была даже несколько выше, чем в прошлое воскресенье. Почти 30% избирателей на участки пришли, но и вчера в очередной раз жители Приморья показали свое отношение к правящей верхушке. Уже вчера было понятно, в чью пользу люди сделали свой выбор. Во втором туре губернаторских выборов в Приморье продолжает лидировать кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. После обработки 80% бюллетеней он получает более 52% голосов. У соперника Ищенко, единоросса Андрея Тарасенко, чуть менее 45%. Напомню, что для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов. Однако уже к 7 утра, в чьей или в час ночи по Москве, в Приморье зацвел папоротник. Это такое сказочное событие. Папоротник, как известно, в реальной жизни не цветет, но в сказках оно и происходит. Так вот, когда папоротник цветет, в этих самых сказках происходят самые невероятные вещи. Так и в Приморском край чудо случилось. Теперь конкретика. На момент, когда было обработано 95% протоколов, Ищенко продолжал лидировать, причем с хорошим процентом. Почти 52% голосов кандидат набирал против 45% у конкурента единоросса. 6% это нереальный отрыв при таком раскладе. И дальше, в общем, голоса-то можно было и не подсчитывать, поскольку победитель и так очевиден. Ну, разве что для того, чтобы понять официальные цифры. И тут, повторюсь, начали происходить чудеса. В Приморье заканчивают подводить итоги второго тура выбора губернатора. Осталось обработать уже менее 1% бюллетеня. По предварительным данным, сейчас лидирует исполняющий обязанности глава региона Андрей Тарасенко от Единой России. Ребят, не получается. Ну, чисто математически даже не получается. 95% протоколов обработали. Разрыв между кандидатами 6%. Невозможно при таком раскладе выиграть выборы. Это вам любой школьник скажет. Даже если предположить, что в тех трех городах, которые стали, в конце концов, камнем преткновения. То Усуриск, Находка и Артем. Ну, давайте предположим, что туда все 100% избирателей, все 100%, повторюсь, проголосовали за действующего главу региона, за кандидата Единоросса. Хотя такого не может быть никогда, вы же это сами понимаете. Но даже при таком раскладе невозможно. Не то, чтобы выиграть, догнать конкурента невозможно. Но только не для Памфиловского ведомства. И не для Памфиловой. Это лжи... У этой лживой дамочки... У нее всегда законы арифметики какие-то свои. Да? У нее... Она может складывать яблоки с авоськами. У нее дважды два, может быть, сколько угодно, вернее, даже сколько нужно. 7, 8, 9, 11, но точно не 4. Впрочем, она уже попыталась отмазаться, заявив, что краевую избирком ей не подчиняется. Тю, как неинтересно. Могла бы что-нибудь поумнее придумать. Хотя, че ей говорить? Ежу понятно, что мы имеем дело с чистой воды фальсификацией. Оставшиеся 5% протоколов очень славно обрабатывались, очень замечательно. Данные перестали вноситься в систему газ-выборы. Избирательные комиссии отказывались показывать копии протоколов наблюдателям. А в Артеме и вовсе председатель ТИК сбежал с участка вместе с документами. Итог победил единоросс. Ну, прям демократия по-путински в действии. Вообще, конечно, это прецедент, ребята. Это не просто повод выйти на улицу, уже и высказать свое фи. Это повод, наверное, обратиться в суды. И во всевозможные суды, которые только в природе существуют, с исками о недоверии к действующей власти. Повторюсь, о недоверии к власти в целом, к системе власти в нашем государстве в целом. Речь уже не идет о результатах вчерашних выборов. Вот то, что мы увидели вчера, власть себя дискредитировала полностью. Поэтому у меня, например, появился такой вот повод, официальный повод, действующей власти больше не доверять. Это была реальная журналистика. Спасибо за внимание.